здравствуйте дорогие друзья как обычно я при написании книги часть рукописи рассылают разные категории своих друзей которые дают критическую оценку того что я написал и возникла необходимость при написании четвертой книги уделить внимание формирование даббинговой ники потому что так как описывается это одно а когда вы воочию видите собственными глазами это совсем будет по-другому как я обещал своему другу владимиру я взял его тиски с его же специальной насадкой которая вяжет на иглах сильно не заморачивался взял обыкновенную вот такую цыганскую иглу ставил ее здесь больших сложностей нам никаких не нужно если здесь какой-либо другой можно использовать и спицу все что угодно практически то есть без проблем она уже достаточно хорошо закреплена значит что для работы с даббингом для начала давайте мы сделаем классификацию вот я буду брать по порядку чтобы вы видели мы сейчас давайте рассмотрим приблизим чтобы вы хорошо видели вот так значит я беру нитку эта нитка 60 лишь для сравнения чтобы вы видели я буду в одном месте сделаю ну вот один полный два три четыре возьму нитку которая не уже несколько тоньше но где-то будет 10 0 раз два три четыре пусть будет 5 оставляем и возьму самую тонкую нить какая есть это вот ноль 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 пятнадцать и так же я выполню значит постараемся сейчас приблизить и настроить хорошо чтобы вам было видно как вы видите уже даже здесь по нитке можно сказать о том как работать с даббингом и как работать с даббинговой петлей самая тонкая нить годится для формирования или же методом прямого контакта даббинга средняя можно еще и и расщепить но это уже нужно обладать определенными навыками в работе и шесть ноль восемь ноль приблизительно можно и расщеплять можно и изготавливать прямым даббингом изготовление так же и допустим можно спокойно для я использую вот толщину этой нити для изготовления допустим стриммеров она достаточно крепкая и хорошая я сделал небольшое вроде бы не связанное отступление для того чтобы мы в дальнейшем не возвращались этому то есть вы увидели какая толщина нити и и в зависимости от нити мы уже будем с вами работать как для какой нимфы или мушки мы с вами будем изготавливать уже свои даббинговой нити что нам еще понадобится возвращаю обратно значит для того чтобы расщепить нить вот мы возьмем давайте это пока идет еще у нас небольшая подготовка сейчас мы все будем продолжать вот я закрепил нашу нить теперь для того чтобы мы могли нашу нить расщепить я обычно как всегда беру у меня самодельно вот такая даббинговая игла но если вы обратите внимание здесь имеются пропилы для чего вот я беру вот так как я описал в книге разравниваю ниткой положил на палец как только у меня появилась вижу отчетливо волокна нитки я даббинговой иглой разделяю ну приблизительно на то количество которое мне необходимо сделал вот она у нас разделилась теперь чтобы у меня никуда она не убежала я просто в эту разделенную нить вставил иглу сейчас мы еще раз уберем подальше вот вот так сделаем как вы видите вот она у меня здесь будет висеть до тех пор пока я не подготовлю даббинг или что мне нужно ее у Романа Мозера имеется вот такая игла с плоской вот здесь площадочкой достаточно удобная в работе это что касается инструментов вот что нам еще нужно если мы с вами сформируем вот сейчас даббинговую теперь давайте мы чтобы вы видели более отчетливо сейчас мы сделаем опять будут камера взад вперед ездить так что вы уж извините и будут уже в процессе работы настройки значит берем формируем даббинговую петлю как она делается если мы вот как обычно взяли вот так вот раз примотали все и нить удалили если вы заметите вот видите вот это расстояние которое осталось у нас за счет толщины нитки одна нить с этой стороны вторая с этой стороны и когда мы начнем скручивать то у нас вот в этом месте вот я специально проверну будет пустое пространство сейчас предъявим будет вот здесь пустое пространство которое недостаточно качественно потом позволит нашей даббинговой нитке ложится поэтому я обычно всегда когда вот разделил вот так нитки я беру обыкновенно вот так катушку перекинул перекинул раз перекинул второй раз то есть как бы ее подхватил снизу ножкой и подтянул вы видите вот она у меня уже одинаково со всех сторон и у меня проблем нет теперь я могу спокойно взять и увести свою нитку и дальше продолжать работу теперь вот особенность допустим работы с даббинговой петлей зачастую чтобы сильно не рыться по инструментам я очень часто использую вот такой передержатель взял ее раз разделил натянул отпустил и все и у меня петля не закроется но есть свои определенные неудобства потом надо будет опять вставлять палец опять ее расширять и все остальное для работы самое простейшее можно использовать вот такие вот крючки но честно я вам скажу сколько я не старался вот все эти вещи использовать вот вроде бы все хорошо да она разделенная бросил она висит то спадет с крючочка то еще что-нибудь то оторвется на этом крючочке вы поняли обыкновенный можно и без этих всех выдумок обыкновенный крючок взять я сейчас покажу вот я сделал вот такую вот небольшую игрушку опять убираем камеру в чем смысл очень простой я беру также вот эту дабинговую петлю соединил отпустил у меня под действием под весом пружины вернее под весом моего моей железочки у меня они сомкнулись но только я вот подымаю вверх видите она у меня разошлась сразу это пружинная сталь может быть ржавейка не ржавейка как вам будет удобно это в принципе это находится в помещении поэтому испортится если высокоуглеродистая сталь я думаю она не сможет но у меня не ржавейка сделать все это достаточно легко и просто сейчас мы это все с вами уберем и я покажу будем приступать уже к дальнейшей работе по дабингу значит смотрите это у меня специально такое цанговое приспособление с разными диаметрами цанги это я сверла начиная от единички заканчивая до двух миллиметров я затачиваю я не выбрасываю а затачиваю поэтому я взял кусочек проволоки проволока должна быть не могу сказать сейчас как раз вместе с вами заодно штангеля мы померяем ну у меня где-то она 0 0 3 даже ближе идет до 0 3 проволока 0,3 миллиметра может быть вот у меня я делал и друзьям это отожженный вольфрам вот тоже пружинная хорошая как вы видите вот такая простейшая конструкция если у вас вообще нет вот этого цангового такого зажима это не страшно как вы видите вот у меня использована ручка можно подмотать и вот у вас будет уже готовый инструмент то что я использую в даббиновой игле дешево сердито почему именно лучше это как вы видите петля у меня будет все время раскрываться и мне достаточно удобно мне не надо тратить время для работы с выравниванием моей петли возвращаем все обратно и продолжаем дальше нашу работу так приближаем я беру для наглядности нить самую тонкую чтобы можно было показать как она работает при изготовлении даббинга прямого контакта для работы я буду использовать клей-карандаш который сами изготавливаем используя только лишь старые формы рецепт в книге я написал значит если мы хотим чтобы было более качественной вот допустим у меня тонкая будет маленькое тело худенькая мушка то мне нужна самая тонкая нить которую я могу позволить с которой я работаю после закрепления понятное дело нужно все удалить чтобы мне не мешало и что мы будем с вами вот так поставим будет удобнее вот у меня это обыкновенная вакса который действительно вакса я уже неоднократно в своих фильмах вам показывал о том что я использую не только вот остатки церковных свечей достаточно хороших у меня еще имеется вощина многие наблюдали как дэвид макфайл вяжет свои мушки вот он цеплял ее то на палец то еще куда-нибудь у меня она просто лежит это достаточно мягкий воск который вот если мне слегка вот подавить в пальцах я могу как пластилином придать вот вы видите уже другую форму это несколько другая свечка не другой уже составы жиры добавлены но она тоже приемлема для работы можно использовать разные другие ваксы это я все в книжке написал но я пользуюсь все время клеем карандашом теперь что я делаю я держу натяжку и я не двигаю жидкой вот такой ваксой потому что будут образовываться у меня комки а делаю вот такое вот движение и у меня можно прокручивать нить в этот момент можно не прокручивать вот достаточно вот такого движения и как вы видите у меня нет здесь комков но достаточно хорошо промазана моя нить в книжке на фотографиях достаточно хорошо это видно я беру тот даббинг который мы с вами изготовили и смотрите что я делаю вот я беру взял положил вот кусочек он у меня никуда не девается опять так же немножечко взял положил и я аккуратно вот такими порциями добавляю на нить она у меня выйдет несколько такая воздушная и в то же время с даббингом здесь чтобы быть правильным я буду высказывать свое мнение поэтому критика пусть будет направлена лично ко мне я основываюсь только на своей работе смотрите вот у нас вышла вот такая немножечко лохматая первый самый простой способ это метод прямого контакта когда мы просто промазали и с вами прицепили к этому за счет этого липкого клея наждабинг он никуда у нас не девается мы можем сразу выполнять обмотку у нас выйдет вот такой лохматости тела как у меня нитка можно взять прокрутить опустить вот я обычно всегда делаю на пальцы прокручиваю а потом начинаю опускать вниз она у меня прокручивается нитка тогда как вы видите вот здесь где уже закрутилась она уже становится более у меня симпатичной но я Я не хочу 10 раз одну и ту же работу делать, поэтому вот, как вы видите, мы прокрутили, прокрутили, и она уже становится вот здесь нормальной даббиновой верёвочкой. Можем, это первый, самый первый способ, можно прокручивать, можно не прокручивать, влево, вправо, это в книжке уже написано, в зависимости от того, какой вы хотите иметь, рыхлый или нерыхлый даббинг. Если мы будем против часовой стрелки прокручивать, у нас будет тело несколько сбитое, и будет хорошо видна сегментация. Если мы будем по часовой стрелке, то в процессе намотки на наше цевьё, или трубка не имеет значения, или игла, как в моём случае, у меня тело будет несколько рыхлым за счёт того, что нитка будет распускаться. Поэтому я обычно всегда делаю как? Пользуюсь вторым способом. Он тоже достаточно простой, тоже так же прямым контактом мы наносим, но что я делаю? Я обычно беру для удобства, вот в наш клей пальцем чуть-чуть вот так вот коснулся, и вот этот даббинг я вот так прокручиваю, прямо на нитке. Вот в какую сторону, это уже не принципиально, потому что мы его уже с вами примяли. У меня уже готова тоже верёвочка, мне не надо вот той рыхлости, которую я вначале добился, у меня уже есть. Я могу не прокручивать дальше, это второй способ, самый простой формирования даббинговой нити. Если мы хотим, вот допустим, в процессе намотки, вот я изготовил, и я начинаю с вами выполнять обмотку тела. Видите, даббинг у меня начинает распускаться. То я могу спокойненько взять, опять подкрутить нить. Беру её и опять подкрутил. То есть в процессе работы я уже сам формирую, как мне нужно, чтобы было моё тело. Вот сейчас мы приблизим немножечко, чтобы вы видели. Вот, как видно. Достаточно вот такая хорошая, плотная у нас выходит даббинговая тело для нимфы. Вот, вы сами видели, просто мельчайшие капельки добавил даббинга, и этого достаточно. Теперь, что касается вот конкретно этой техники. Первая, вторая, третья, не имеет значения сколько, мы толщину нитки подбираем под тело, и также то же самое подбираем, допустим, наш даббинг. Теперь вот смотрите, это мы изготавливали даббинг с вами из лисы. Если взять даббинг из кролика, то он не то, что в 4 раза, а раз, да раз, наверное, почти в 10 тоньше, чем под шерсток лисы. Хотя я брал это все ближе вот к животу, где более-менее хороший, да, тонкий даббинг и ровный. Вот, поэтому вы сами подбираете нить, даббинг, и тогда у вас получается хорошая даббинговая нить. Ну и продолжаем дальше. Это был первый, второй способ. Они самые простые. Третий, кстати, тоже такой же. Да, придется, я честно скажу, за 10 лет вязания мушек я ни разу никогда ничего не срезал. Это вот первый раз буду срезать то, что я навязал. Ни одной мушки, ни одной нимфы, ничего. Теперь, если мы хотим использовать, допустим, здесь точно так же можно добавлять и всевозможные блестящие волокна, вот которые вот у меня имеются, всевозможные такие разные, я уже и наборы показывал вам неоднократно разные. Есть и спектра даббинг, и мелкие, и крупнее, и есть отчасти достаточно хорошие, как я показывал, наборы от фирмы Хэнс. Там практически уже все, что нужно для работы. Поэтому все зависит от той величины, которую вы будете использовать. Саму мушку. Теперь второй вариант. Это вот, как вы видите, если мы работали с самой тонкой нитью, то практически ее уже на 0,015 расщепить ее можно, но работать невозможно. Она достаточно крепкая. Это я ее добывал из специальных ниток для пошива спортивной одежды. Порвать ее возможно, но проблематично. Она достаточно крепкая, крепче, чем те, которые вы покупаете в интернет-магазинах для вязания. Другие у меня есть и других оттенков. Вот это такая же и тоже по крепости такая же нитка. Значит, берем для метода расщепления. Уже не годится вот эта тонкая нить. Но когда вы работаете с ниткой 6,0, допустим, 8,0 до 10,0, с напрягом даже 10,0, 6,8,0, то там еще можно расщеплять нить и работать, формировать даббинговую нить. Какая-то непонятная. Там даббинговая нить, там даббинговая нить. Ну, раз так решили, значит, так будет. Что я делаю? Отпускаю, закрепил нитку. Это третий способ расщепления нити. Он также относится к простому способу формирования даббинговой нити. Я вам уже показывал. Вот так мы отпустили бобинодержатель. Он под своим весом у нас распустился. Иголочкой поделили пополам. И теперь здесь вот самый такой вот важный момент. Не торопиться. А так, чтобы были у нас поделены почти на равные части. Вот у меня почти вышел. Что мы делаем? Здесь можно также использовать и вот это мое приспособление. Но обычно я в процессе работы сделал себе 10, допустим, там 10-12 сантиметров распустил. И могу уже формировать даббинговую нить. Значит, здесь ситуация несколько сложнее. Расщепление. При расщеплении у нас получается нитка стала как бы в два раза тоньше. И крепость ее уже не та. Поэтому вы учитывайте. Это не даббинговая петля, где в два раза крепче она станет. И так же. Вот я или верхнюю, могу и нижнюю. Без разницы, какую. Прошел ваксой. Или же можете пройти, если мех у вас мелкий. Чем крупнее мех, тем нужна более вязкая вакса. Для того, чтобы мы могли закрепить наш материал. И здесь мы уже, вот желательно, видите, чтобы она была выше линии горизонта. И мы начинаем также вкладывать перо, подшерсток, мех. Вот все, что угодно. Если толщина нитки позволяет использовать метод расщепления, то я-то достаточно часто, у меня много фильмов, где я ее использую даже при изготовлении стримеров. То есть нитка крепкая, достаточно хорошо удерживает мех. Как вы видите, я беру очень маленькими порциями. И стараюсь как можно ровнее. На верхнюю или на нижнюю это уже не имеет в данный момент принципиального значения. Кому как удобно. Все сделали эти 10-12 сантиметров. Берем, закрыли нашу даббинговую расщепленную ниточку. И теперь уже мы можем подтянуть сколько нам нужно. Также мы можем уже здесь и пальцами подровнять. Но я обычно не трогаю. Если вы работаете с пером, то в данный момент мы можем и подровнять, держа на пальце. То есть выполнить все операции, какие только мы можем с материалом себе представить. И обычно беру, вот взял я, прокрутил или опустил вниз, или на пальцы. Я прокручиваю даббинговую, эту нашу веревочку. Все. Вот у меня вышла вот такая же хорошая даббинговая нить с моим же подшерстком лисы. Теперь, когда он вот готов в таком состоянии, мы можем также общипать или ножничками обрезать, как вам будет удобно. Все. Обычно, когда я начинаю изготавливать, я ручейник или же бокоплав, я стараюсь вот использовать или метод даббинговой петли, или метод расщепления. И в процессе намотки, вот я беру вот так эти все волосики, удаляю, двигаю назад, чтобы они не подминались. И у меня выходит достаточно симпатичное потом тело моей приманочки. Вот. Все. Теперь, как я в книжке написал, вот вы видите, все. Теперь мы можем спокойно, без всякого, без всякой опаски, подрезать, сколько нам нужно. Или же, как я изготавливал, бокоплава или ручейника, слегка увлажнив пальцы, увести наш даббинг вниз, а потом сверху накрыть пленочкой. Все у нас уже с вами готово. Если недостаточно, можно спокойно взять любую чесалочку, вот которую у меня иногда использую, и такие. На чесал, сколько мне нужно, все. Очень хорошо, между прочим, для хариусовых мушек, иметь вот такое лохматое тело, и чтобы было хотя бы четыре перехода цвета. Минимум три. Теперь, все мы сделали. Но, вот, допустим, это уже маленький секрет, я это в книжке опишу. Если мы захотим дальше продолжить, то нить у нас уже так перекручена, закручена, что очень сложно ее опять расщепить. Поэтому, или надо использовать метод прямого даббинга, или же изготавливать даббинговую петлю, чтобы дальше продолжить. Потому что, аккуратно разделить нить, не получится. Что для этого делают вязальщики, которые вяжут уже не один год, и заметили вот такую особенность ниткой. Я это обратил у Романа Мозера, думаю, зачем он делает. Обычно, вот он берет и делает иногда вот такую вот операцию. Взял, подсоединил, а потом эту же нитку взял и удалил, выбросил. То есть, получается, вязальщик удалил ту нить, которая уже перекручена, с даббингом, и неровная. И дальше продолжает работать с той хорошей ниткой, которая у него имеется. С этим мы решили. Ну, давайте не будем теперь убирать это, потому что 10 раз резать одно и то же. Это тоже простой способ. Можно любой материал использовать. вы уже определитесь по толщине и по крепости вашей нитки. Теперь переходим к очередному способу. Это формирование даббинговой петли. В начале фильма я вам показал. Вот мы отмерили приблизительно вот сколько нам позволяет наша рабочая зона, потому что нужно будет еще крутить этой даббинговой петлей вокруг тела. Поэтому я беру где-то порядка всегда 12 сантиметров, промотал вот так пару раз, перекидываю нитку, не имеет значения в левую сторону или в правую. Все, у меня образовалась она односторонняя. Теперь можете использовать как крючок, можете использовать как и у меня приспособление, не имеет значения. Лучше, конечно, удобнее работать, когда у вас есть вот такая висюлька. Значит, здесь можно, давайте мы, чтобы нам уже потом не мешало, я сразу это все и уберу. Сделаем завершающий узел и дальше сформируем даббиновую нить. Вот. Что мы будем с вами делать? Нам необходимо, допустим, добавить какой-либо другой даббинг. Здесь уже мы можем использовать и мех, который мы применяем в наших животных. Поэтому я обычно всегда беру кусочек, давайте мы для фильма сделаем. Вот у меня есть кусочек лисы, и мы сейчас здесь же отрежем щепотку меха и сделаем его для стримера лохматым. Я так работаю с кроличьим мехом, имеет значение песец, тот, который мне допустим подходит. Вот я его отрезал пучок меха, у меня он я не убираю ни подшерсток, ничего, потому что я буду изготавливать мушку, допустим, как в моем варианте, для окуня. Все, убираем теперь мои висюльки пока и вставляю. Что я делаю? Я могу с помощью руки или же допустим дабинговой иглой, почему она и называется дабинговой, рассредоточить, то есть здесь у меня комфорт в работе достаточно больше, чем допустим в других вариантах, методом прямого контакта или еще. Вот мы его рассредоточим сколько мне нужно. Теперь смотрите, вот у меня я всегда в фильмах обычно, может вы видите, может нет, вот эта часть, которая идет, как я называю, комлевые волоски, не вот эти остевые, а эта, она достаточно у меня пушистая. Если мы хотим, чтобы было объемное тело, это можно не удалять, у нас будет плотное, хорошее тело. Если мы хотим, чтобы у нас было крепкое и в то же время ровное, я беру вот это все длинными своими ножницами, обрезаю. У меня получается достаточно ровное вот такой срез. Теперь вставляем наш любимый, который с крючочками отжим и начинаем теперь уже прокручивать. Как вы видите, здесь мы уже можем не стесняться, потому что наша даббинговая нить достаточно крепкая, она выдержит все издевательства, которые мы над ней будем совершать. Вот у нас вышла вот такая симпатичная веревка. Как вы видите, достаточно хорошо держатся волосы. Это используют, можно применять такую технику для разных допустим приманок и меньше, и больше, и тоньше нитку. Это я просто показываю на примере допустим вязания стримера. Подкрутим сколько нам нужно. Обычно чтобы мне не мучиться со всеми этими нашими крючочками, я беру потом и перодержателем перехватываю. Теперь что я делаю? Слегка увлажнил, увожу вот так вот даббинг назад и начинаю выполнять обмотку. виточек к виточку обычно для крепости я еще если это щучий стример или окуневый я могу это все посадить еще промазать цевьё клеем. Отличный вышел у нас вот такой ежик достаточно приятный. Все цвета можем поменять следующую сделать даббинговую петлю зеленую синюю красную опушку и у нас уже при работе вот если бы сделали хотя бы в два раза длиннее на крючке номер 6 или 8 уже с хвостиком была бы хорошая приманка для окуня. Добавить конечно немножко еще элементов и будет хорошо. Так я делаю и воротники если допустим у меня нет меха. Для чего угодно это уже практически как вы будете применять. Вот эта техника хороша для и мелкого меха и для крупного. Берем не получается срезать надо. Так срезали. Теперь что касается методов дабиновой петли когда нам необходимо изготовить вернее не дабиновой просто дабиновую нить изготовить тоже относится я специально немножко упустил его опустил его это у Романа Мозера я первый раз увидел когда он с артфюра своего то есть другого дабинга который у него имеется в арсенале именно который имеет длинную варсу он изготавливал симпатичное тело это применяется хорошо я в книге показал и описал вот имеется всевозможное вот такие вот разные наборы у кого как они называются у кого для вязания у кого для валяния это уже не имеет значения важно чтобы вот эта шерсть а это шерсть животного была достаточно тонкой на упаковке обычно указывают сколько в микронах толщина нашего волоса поэтому подбирайте самую самую тонкую какая только вот допустим вы можете себе позволить тогда у вас без проблем есть дабинг всегда и есть у вас материал для изготовления практически любого тела что касается этой техники давайте мы опять немножко перестроим здесь методика очень оригинальная вот смотрите ну здесь уже не имеет значения давайте я для наглядности возьму вот этот как вы видите длина вроде бы одинаково непонятная я беру вот сколько мне нужно это я уже потом уже определитесь вы сами я захватил совсем вот немножко маленький вот такой вот пучочек этой шерсти и я ее начинаю тянуть не отпуск а здесь ничего не удерживаю вот сколько у меня вытягивается этой шерсти вот столько я ее и беру вытащил убрал ничего не не меняем только лишь переложим наши пальцы и слегка вот так подровняем нашу сосульку значит что можно сделать если вам не понравится мой метод я так и написал к ней вы спокойно вот эту операцию которую я сейчас вот делаю можете сделать вот так прокрутив все на столе у вас получится вот такая симпатичная сосулька если ее слегка обработать флотантом то невзирая на то что это шерсть будет достаточно хорошо плавать что я делаю я обычно всегда беру вот приложил кусочек вы часто видели как я тоже использую при изготовлении моих бокоплавов или других не имеет значения каких приманок все я теперь держу и можно прокрутить можно нет складываю все вот у меня как раз не подтягиваю вот у меня вышло это все вместе с ниткой вот тут та длина которая мне необходима не перекручиваю мне не нужно потому что в процессе работы у меня нитка она выступает в роли как армирование и я начинаю удерживая вот это мой мех подкручивается и получается вот такая идет сегментация и я виточек к виточку наматываю это тело можно сделать любое как вы захотите там толщина длина вот вам живой пример вот этого вполне достаточно 12 этих несчастных сантиметров я сейчас приближусь вот у нас вышло вот такое симпатичное сегментированное уже тело за счет того что мех сам перекрутился это не нужно если захотите больше допустим его пожалуйста можно его еще больше подкрутить можно сделать рыхлее как вы захотите можно уже оставить как есть вот допустим если использовать антрон антрон тоже по структуре длинноволоконная даббинг материал сам по себе то можно потом взять вот начесать и сделать любую лохматость нашему телу если вы не хотите пожалуйста уже у вас готовое тело с антрона для нашей поденки веснянки уже отсегментированное хвостик прицепили крылышки и все остальное это что касается применения разных техник мы с вами не будем в данный момент рассматривать в фильме как работает приспособление допустим марка Петтиджана потому что это не каждому допустим по карману у меня такой набор есть я пользуюсь только прищепками поэтому если мне необходимо изготовить я спокойно наберу обыкновенный или же карандаш или любой брусочек наматываю сколько мне нужно уложил положил зажал отжал следующий фильм мы потом будем с вами как формировать для даббинга всевозможные допустим материалы чтобы более плотно более красиво все у нас выглядело и я показывал неоднократно в фильмах что я применяю свои приспособления которые допустим мне не нужно как вы видите здесь спокойно я вставляю перо потом его вот такой прищепочкой ну вот давайте мы сейчас я так вам заманушку сделаю вот у меня имеется такое перо я просто беру свое перо вставляю оно у меня вот образовалось сейчас мы я под весом это должен сделать под грузом чтобы оно поделилось вот у меня оно образовалось потом я если мне нужна одна половинка или две половинки сколько мне нужно я беру это прищепка для бумаг или для денег кто как хочет ее вытащил вот у меня уже готово можно отрезать вставить в даббинг и работать то есть следующий фильм в книжке я это все 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 описал что чем можно заменить и как использовать разные материалы вроде бы ничего не забыл если что забыл друзья мои я указываю всегда почту и огромная просьба что касается второй и третьей книги пожалуйста напомните мне кому отправил кому не отправил потому что вот процесс уже в течение двух недель я отправляю по самому ближнему зарубежью Украина Россия Прибалтика Израиль Германия во все все куда эти друзья вы мне и перечисляли деньги и кто не перечислял деньги но является моим как говорится подписчиком и заказчиком постоянно все друзья мои пожалуйста напомните мне о том кто получил кто не получил уточним адреса благодарю вас за внимание до скорых встреч пишите на почту я всегда стараюсь вам ответить до свидания